Зилы, мазы, волоты. Военная автомобильная техника, составляющая почти всех комплексов вооружения. Не случайно водитель одна из самых массовых специальностей в армии. Любая армия эффективна лишь на высоких скоростях, ведь конфликты не стартуют с первой передачи. А поэтому стиль работы военных автомобилистов чрезвычайно энергичен. Особенно если речь идет о технике, которая отвечает за противовоздушную оборону. Марши, маневры и внезапные проверки. Их интенсивность не дает остыть двигателем. Каждый из них хорошо знаком специалистам. Это в полной мере показали учения Чесоюза-2019, когда войска за сотни километров от Белоруссии действовали на своих колесах. Ежегодно вооруженные силы поступают и новые образцы автомобилей, предназначенные для выполнения специальных задач. В том числе транспортировки различного оборудования, техники и грузов. В войсках говорят, новинкам отечественного автопрома дороги не нужны, достаточно направлений. Одним из самых надежных является зенитно-ракетный комплекс ОСА, который стоит на вооружении в 147-м зенитном ракетном полку. Эта боевая машина полностью автономна, то есть способна самостоятельно обнаруживать, распознавать и, самое главное, уничтожать воздушные объекты в любых погодных условиях. От такой ОСА проблематично увернуться. Облеченная в сталь машина – одна из немногих систем, способная поразить цель на предельно малых высотах. Об этом и о многом другом, а точнее обо всех нюансах этого вида вооружения, знает Сергей Бакиров. 22-летний молодой человек уже больше года служит в армии и очень гордится, что именно ему доверили управлять такой боевой мощью. Помню, как первый раз сел за руль этой боевой машины, помню, какая ответственность легла на мои плечи. Когда я служил за руль боевой машины, я чувствую сопричастность к такому большому механизму, как армия. ОСА не единожды доказывала свою профпригодность на учениях самого разного масштаба. Сергей признается, что машина проста в управлении, легко маневрирует по бездорожью и, самое главное, способна точно в строк подбегаться в районы выполнения задач. Недавно участвовали прямо в выходе, много ездили по бездорожью. Машина хорошо управляется, нормально все ведет по любых условиях. Когда я сажусь за руль этой машины, езжу по бездорожью, такое чувство, как будто я управляю к отделкам. За высокой готовностью автомобильных подразделений, налаженной системой технического обслуживания, труд тысяч автомобилистов. И одно общее дело – обеспечение функционирования масштабного, в том числе с точки зрения транспортной логистики, организма армии. И все же, как бы хороша ни была машина прошлого или будущего, без человека она останется просто металлом. Именно водитель вдыхает в него жизнь, отвечая за технику людей и буквально за скорость выполнения задач. Как ни крути, автомобилист всегда рулевой в армии. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.